В Чубаксарах состоялся первый открытый форум, посвященный проблемам доступности инфраструктуры для инвалидов. Не случайно организатором выступила прокуратура Чувашии. Ведь зачастую именно им приходится отстаивать права маломобильных граждан и следить за выполнением законодательства в этой сфере. Качество жизни почти 90 тысяч людей с ограниченными возможностями напрямую зависит от таких, казалось бы, незаметных на первый взгляд мелочей. Пандусов, индикаторов, разметок, адаптированных спусков, лифтов. Такое количество инвалидов зарегистрировано в республике. И связь с миром им помогает держать соответствующая инфраструктура. К сожалению, из тысяч учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, лишь десятки полностью адаптированы под нужды этой категории людей. Мы стали проводить такие плановые проверки. В каждом районе практически были охвачены все учреждения, которые необходимы для нужд инвалидов. И было тогда установлено, что практически ни одно из них не было доступно для инвалидов и маломобильной группы граждан. Этот вопрос стоит. И вот мы сегодня решили его обсудить и посмотреть друг в другу в глаза и услышать от министерств и ведомств их комментарии. В режиме онлайн решать наболевшие вопросы оказалось гораздо продуктивнее. Тем более, что за одним столом собрались компетентные люди. Представители прокуратуры, министерств и ведомств, отвечающих за формирование доступной среды. А главное, те, кто не понаслышке знает о насущных проблемах инвалидов. Руководитель общественной организации «Свобода» Павел Никитин напомнил, что в Чебоксарах можно пересчитать по пальцам адаптированные автобусы. И использовать их в интересах инвалидов не удается. Самой распространенной проблемой является отсутствие поручней, кнопок вызова персонала в зданиях. Также часто при установке нарушаются технические нормы. Есть и положительные примеры. Системно, пошагово работают в этом направлении в столице республики. Чебоксарцы уже привыкли к говорящим светофорам, пандусам, специальным разметкам. В целом, за 2014-2016 год, когда заработала, по-настоящему заработала программа «Доступная среда» в республике, и мы очень, на самом деле, благодарны и республиканским органам власти, у нас было выделено на эти цели 64 миллиона, более 64 миллионов. В 2016 году мы более 18 миллионов направили на сейчас реализацию. Такие форумы помогают определить слабые звенья во взаимоотношениях всех заинтересованных структур. Устранив их, мы можем открывать двери тем, кто в силу жизненных обстоятельств имеет ограничения по здоровью. Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика.